Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Айгуль, подключай тоже, если что. Всем приветик. Я тихо вошла. Да, что-то я не вижу из-за того, что там... У тебя такой цвет, я не вижу, что народ пишет. Мне не видно теперь, что пишут мне. Одень что-то темное. Айгуль, привет, всем приветик. Ничего не вижу, что там пишут теперь. Надо одеть что-то темное, чтобы я могла видеть, что мне народ пишет. Я вышла на эфир видеть вас только. Я вышла на эфир видеть вас только. Что, видно тебе, мам? Нет. Все видно, я не знаю. Ну, тебе все видно, а мне не видно, потому что вот смывается желтая там все. Голосы твои рыжие только, и все, вот это все меняет. Пишут. Вот сейчас увидела, что не берите алкашку. Айгуль, как мне стыдно писать такое. Какая она алкашка, она молодая девочка, маленькая, хорошая, добрая. Ну, на все внимание надо обращать. Мам, отобнись немножко от... Вот сейчас вижу. У тебя все лицо было видно, так просто лучше смотрится, во-первых. Во-вторых, у тебя пол лица видно. Да, пол лица, потому что зато тебя видно больше, чем надо. Ты можешь немножко вниз опуститься? Я ничего сделать не могу. Причем сияет, это и телефон... Ну, не знаю, почему, почему меня не видно, а тебя на весь экран сама одна. Ну, не знаю, как сделать. Я вообще никогда сама не выходила в прямой эфир, не знаю, то видно, то не видно. Давайте поехали, какие вопросы? Вопросов много. Ты читала, что пишут? Я там... Там вот пишут... Да, теньший какая-то ангела. Я надеюсь, вам осталось недолго старое ведь. Ну, как поворачивается такой язык, писать такую чушь? Девушка, я надеюсь, вам недолго осталось. По-другому с вами я не могу отобщаться. Как-то лучше без Айгуль. Но Айгуль никому не мешал. Она очень хорошая, воспитанная, культурная девушка. В отличие от многих, кто входит здесь в чат. Поэтому... Кристина, скажите, зачем вы в директ написали Насте гадость? А что за гадость? То, что я написала, что она идиотка, или что там я написала? Ну, извините, ну, она действительно идиотка. То, что она выносит ссоры из избы, говорит про моего брата, про таблетки, про антидепрессанты, еще что-то. Такие вещи, даже при скандалах, я считаю, что не надо рассказывать. Потому что, если про нее все расскажут, то у вас у некоторых могут уши отвалиться. Да ничего мы не будем рассказывать. А мы не будем, я просто говорю. Даш, приветик. Оль, приветик. Анушик, приветик. Кто там еще? Все девчонки, кого знаю. Читай, читай. Пер, Шак, Тимовская какая-то. Ну, и семейка ругаются. Кого лучше видно в эфире, мы еще удивляемся, что они обстирают Настю. Еще одна такая же, видимо, как и Настя за нее заступается. А может, ее подруга какая-то? Айгуль вам нравится до тех пор, пока она не стала вашей невесткой. Айгуль, в отличие от Насти, изначально... Воспитанная, такая девчонка хорошая. Я сказала ей сегодня утром, когда увидела эфир, мне прислали сегодня что-то сообщение, я ей написала, что она идиотка. Все, это нормальный процесс, она идиотка. Ольчик, привет. Зависимые женщины мы какие-то. Настя, ваша невеста, вместо того, чтобы содержать ее еще, поддержать ее, как поддержать, на руках? Не может и радость скрывать. Какие-то безграмотные пишут тут, поддержать. Нет, мы Айгуль не сматаем Уманскому. Зачем ее сматать? Она молодая девочка. Почему, Настя, вам не нравится? Почему нравится? Очень красиво. А вы что? Одни губы что стоят? Я бы тоже от такой семейки бежала. Ну, поэтому вы не с нами, бегите. Так бегите, бегите, господи. Можем это, помахать только всем, кому хочется. Айгуль вам нравится до тех пор, пока не стала вашей невесткой. Она и не собирается быть моей невесткой. Вы очень злые. Ну, спасибо, что мы злые. А вы очень добры. Оставьте себя на место Насти. Вы накинулись на нее, не приняли в семью, а попытались, не пытались наладить контакт, чтобы быть мудрее. Можно, отвечу вам. Я могу оставить себя на месте Насти, но не могу, потому что я воспитана изначально, потому что я к своей свекрови никак изначально не стала бы так. Да, до сих пор дружьте даже. Я до сих пор общаюсь со всеми своими бывшими знакомыми. У меня нет вообще ни одного врага, кто меня не любит. И то, что выкладывается там, кто-то там про меня что-то пишет, хейтеры, не хейтеры, мне, честно говоря, все равно я не пытаюсь. С Ольгой Нерканин. Как это там у вас правильно называется? Чтобы больше подписчиков было, потому что я не собираюсь на Инстаграм. Как Никита держится, я сама удивляюсь. Вот про нас пишут. Так, давай блокировать всех вот этих, которые тут всякую гадость пишут. Надоело она уже. Надо вообще просто таких блокировать. Потому что я не для этого в эфир вышла, чтобы гадостью от них слушать. Умарова, нас не хотят там видеть, нас не любят. Как вы представьте, мы должны взять, увидеть внука, как? Мы приезжаем такие с мамой, нам его выносит Никита на улицу, и мы с ним ходим по улице и уезжаем, да? Или там идет дождь, мы даже и на улицу не выйдем. В дом мы не можем войти, потому что нас там не любят. Всё, хватит, Кристина. Давай, вот кто пишет гадости, блокировать. Я вышла не для того, чтобы перетыкаться ни с кем. Ещё раз прошу, дорогие мои, кто не хочет со мной нормально общаться, пожалуйста, не пишите. Отвечать не буду на ваши колкости и гадости. Я вышла в эфир поговорить с нормальными людьми. А если вы считаете, что я не права, и вам хочется общаться, пожалуйста, общайтесь с Настей, а не со мной. По сути, просто задавайте вопросы, мы ответим. Почему, когда нужно было сидеть со старшим внуком, племянником, вы не помогли Никите, пропустили этот момент, пропустила этот момент? А кто вам сказал, что мы не помогли Никите? Ну вы же видите, телевизор вы видите. Вы же не знаете внутренних подводных камней. Нет, ну подожди, мы что, должны были на Дом-2 все переехать, чтобы там быть? Да нет, ну люди просто видят то, что им показывают. Они же не знают, что происходит в наших семьях. Так, Кристин, я тебя прошу, блокируй всех, надоело мне. А как их больше? Просто надоело. Вот нажимаешь на фамилию, внизу выходит там и блок. Потому что надоело мне вот это гадости читать от всех, я не хочу. Спасибо, спасибо, дорогие, кто нас понимает. Так, подожди, что-то вот тут я увидела, подожди, мне очень... Настя сказала, что Кристина не хочет даже видеть ребенка их с Никитой. Так, можно узнать. Ну это что за воронил опять, а? И приезжает споведаться с внуком. Наталья Людина, отвечаю. Настя сказала, что я не хочу видеть ребенка их. Это неправда, потому что я такого не говорила. Я не хочу видеть Настю, и это правда. Потому что я этого человека не приму никогда, она не будет никогда со мной в душе, и она никогда не будет моей подругой, еще кем-то. Потому что она изначально не уважала мою маму, а для меня это очень важно. Вот. Ответила на ваш вопрос. Ребенка я не могу не любить, как там она говорила, или там... Потому что он маленький, он только родился, это маленькое существо. Его никто не может не любить. Эта тема не обсуждается. Это все вранье. И Настя за счет этого она хайпует и подбирает вас, подписчиков набирает. Спасибо, Анушик, за поддержку. Как можно не любить маленького грудного ребенка? Да господи, знаешь, бред. Ну вот не знаю, такое пишут вообще люди просто, не думают ничего, может быть. Ну я, давай, я уже не хочу даже ни с кем общаться из-за таких вот, которые всяких гадостей. Мам, ты что такая, я не пойму, это самое. Ты что, никогда не слышала, что там говорят люди, или... А что, Айгуль присоединяется, пусть к нам? Не хочешь? Видишь, пишут про меня, какая мать, такие дети. Ну конечно, мы очень плохие. Что, незаметно, что мы ужасные? Давайте дружить, вот пишет девушка или кто-то. Натулья или Наталья. Конечно, давайте дружить, мы с удовольствием. Слава Богу, жизнь покажет, кто лучше нас. Сразу видно, что Настя лучше нас, и все у нее очень хорошо. Особенно до встречи с Никитой было. Да кому ты нужна, вместе со своей мамашей, вы же больны. Взаимно ты такая же больна, и ты тоже никому не нужна. Кристина, ну прекрати. Спасибо всем, кто желает хорошего Никите. Да, я тоже, Валентина, считаю, что надо было Никите бежать еще раньше от нее. Но он долго тянул, и видишь, видишь, как он, терпение у него, он все время пытается сгладить, идет на примирение. Как бы, ну это нормально для мужчины, и мужчина должен подойти, там, обнять, поцеловать, сказать, там, тыру-ту-ту, все хорошо, давай-давай. А она холодная, она, ну, ледяная женщина. Спасибо, пожалуйста, Женечка, кто там пишет, что не обращать внимания. Разберутся сами. Разберутся сами, да, конечно, разберутся. Крис, огонь, так их. Да, Наталья, 0,2,20. Спасибо. Я тоже думаю, что нужно было помириться, я пыталась, но, извините, со мной никто мириться не хотел, а тем более уже из Кристины с моей. Вот пишут, заловушка, змеиная головушка, спасибо, какие стихи у вас хорошие. Может, еще что-нибудь мне напишите, я почитаю. Бедные мужья нам пишут, вы знаете, наши мужья вообще не жалуются. Хватит сайпить. Ой, надо же такое написать. Пишут, лентяйка, Настя, лентяйка, недостойная неряха, никогда не нравилась, бежать от нее надо было раньше. Ну, Никита, видите, любит ее, говорит. Опять пишут мне, почему, как взрослая женщина, не проявлю мудрость и забить на обиды. Да я с удовольствием хочу встретиться, да меня никто не примет. Никита же сегодня вам говорил, что я боюсь даже приехать. Меня так на Доме-2 она принимала, а уж здесь тем более. Все, кто за Настю, а не за Никиту, вон из эфира. Люди, поддержите хотя бы вы, да будьте вы добрее люди. Все, кто за Настю, а не за Никиту. Ну да. Вон из эфира, ну да. Нет, ну, честно скажу, мне вообще все равно, что там пишут гадости, потому что я знаю, что я нормальный человек, и мама у меня нормальный человек. То, что преподносит Настя. А вы вообще, девушки, которые нас так не любят, а вы вообще обратили внимание, в ее эфирах она сидит и давится, и давится. А где слезы-то? Вы хоть одну слезу видели? Это же актриса Погорелого театра. Катаева. Юлия. Спасибо вам, дорогая. Ой, господи, да мы все вытерпим. Тут терпеть нечего, это смешно. А кого прет, пишут, я не поняла. Ты посмотри, как ее прет, с ума сойти можно. Кого прет, что прет, что-то я не понимаю. Ты понимаешь, Ксения? Не знаю. Знаешь, есть такая песенка? Меня прет, меня прет, потому что Новый год. А, ну, может быть. Зачем выходить в эфир и блокировать всех, кто не согласен с вашим мнением. Я буду блокировать всех, кто гадости мне пишет. И вы с чем-то недовольны, пожалуйста, не входите в эфир со мной. Если вы хотите мне гадости говорить, я не собираюсь вас слушать и разговаривать с вами. Не могу понять, как это блокировать-то этих. Там есть какая-то пришибленная Датенши 07 Ангел. Она, по-моему, немножко больна на голову. Как блокировать-то их? Вот пишет, смотри, где-то женщина моего возраста, она говорит, сколько бы ни делай невестке добра, это никогда не оценивалось. Сколько я плакала, переживала, все равно плохая. Сейчас я ушла в сторону. Так я давно в сторону ушла. Вообще мне Никита даже ничего не говорит, как он там, чего. Я просто вижу, что он весь исхудавший. Я вижу, что он постоянно в каких-то столовках, в кафе обедает. Я поняла сразу, что его дома не кормят. Раз он везде какие-то пироги увидит, там с таким восхищением все это ест. Но у нас никогда не было, чтобы в доме не было еды. Как это мужчину не кормить? Я представить себе не могу. У нас прекрасно, и Кристина готовит, и я. И всегда у нас все, еды в достатке. К нам всегда гости приезжают. И я не знаю, вообще не понимаю этого. А из-за Насти никто не приезжает и не хочет даже вообще с ней общаться. Ну, не знаю, вот такие мы плохие. Извините нас. Даш, да, Даш. Насте выгодно хайпить, красоваться, лишь бы быть бедной овечкой. Проще обвинить всех, чем понять свою вину. Ну, Даш, я с тобой полностью согласна. Это как бы нормальные люди, это все понимают. Ну, какая там, Даш. Ничего хорошего, Никита с такой семейкой не будет. Ну, наверное. Я хочу, что-то на Настиной стороне. Мишуль, иди ко мне. А кто обмороженное, простите, я не поняла. Наверное, я опять. Слушай, да я обмороженное. Мы с тобой обмороженные. Чего ты паришься? Ну, не, я спрашиваю, кто отмороженный-то? Мы должны всех заблокировать. Нет, мы не должны всех заблокировать. Здесь все люди пишут только хорошее. Смотрите, читайте. А вот такие, как вы, нам пишут только одно дерьмо. Иди ко мне. Бедные наши мужья. Да наши мужья не бедные как раз. Может быть, ваши бедные. Иди ко мне, Миш. Пишет, смотри, что ты головой ударенная. А вы чем ударенные? Наверное, не головой, а другим местом. Настя Башманова. Кристина, снимайте больше рецептов. Хорошо, обязательно выложу какие-нибудь вкусняшечки. Вон ко мне пришла наша Мурыська. Вот она. Самая злая кошка на свете. Такая же, как мы. Ужасная фильма. Это кошка? Ну, Кристина, хватит. Если Настя уедет в Ставрополь, да бога ради, пусть едет. Мы все отдохнем хоть немножко. Зачем Никита душил? Да? А вот я сейчас тоже себя буду душить и вам буду плакать. Если бы он ее душил, она бы давно это выложила. Вы что, не понимаете? Или тоже немножко не соображаете? Душил, слышишь? Смотри, кошка тебя задушит. Ты чего? Кошка меня... Спасибо всем, кто желает мне здоровья и счастья. Вот пишут. Все, кто за Настю, они за Никиту вон из эфира. Люди поддержки хотят, а вы будьте добрее, люди. Да нет, поддержки не надо нам. Ну, просто мы хотели поговорить и посмотреть мнение. Но вот такие очень плохие всякие вещи пишут. Зачем? Хотя бы по-культурнее спрашивайте или пишите. Я маме Насте писала неоднократно, даже после последнего отъезда, когда она уехала домой, вроде бы мы все с ней списывались, я ей написала, Женя, как доехала, как дела? Но она даже не соизволила ответить мне. Поэтому зачем говорить? Мам, пишут, что тебе, твоей дочке, то есть мне, палец в рот не клади, зубастая. Да? Не выговорю ваш, короче говоря, да, зубастая, вы знаете, как бы я прошла многое, что я уже девочка большая, и никаким недалеким людям я не позволю обсирать мою мать, моего брата. И я вот, ну, сейчас вышла в этот эфир, я, кстати, не буду выходить, потому что мне это неинтересно, мне, честно говоря, тиолетово сколько у меня будет подписчиков, потому что мой Инстаграм не для того, чтобы потом там деньги зарабатывать. Но я вам хочу сказать, девушки, кто нас не любит, не подавитесь вы своей желчью, просто. А вообще, в принципе, можете и подавиться. Я к Настиной маме нормально всегда относилась. Мы на доме два были вместе с ней, пока не начали нас там ссорить. Кристина, почему у меня строка не идет, а я должна ее двигать? Она должна сама не идет, я не знаю. Я не успеваю все читать вообще, честно говоря. Я перемотала прямо на самый низ, потому что мы пропустили много. Вот я вижу, тут Дашка пишет. Да, тут сидят все правильные, Божья Матерь обсуждает вас. Люди просто не знают своей ситуации на полном серьезе. Видели, как слезы покапали, пожалели бедненькую Настю. Ну, кстати, слез-то и не было. Она их давила, но они не выдавились у нее. Смешно. Мать и сестра тут, причем, они далеко друг от друга, они вместе живут. Хотела бы, она решила бы свои проблемы, а не плакать, говорить, как фигово живет ей. Я не поняла. Я не поняла, что это такое. Я не знаю. Я тоже не понимаю. Настя высокомерная, ну, вам лучше. Вместе живут, хотела бы, она решила бы свои проблемы. Ничего не пойму я. Извините, мы не поняли. Не дай бог такую сестру и мать. Да и не будет у нас такой, успокойтесь. У вас лучше все будет. Я говорю багажник, Катя, в Ставрополь. Да, я, кстати, хочу сказать. Еще вентилятор можем подарить, он поможет быстрее уехать. Я за свою, конечно, Суморакона Марина. Марина, конечно, я за свою семью буду всегда стеной. Крис, откуда вы? Я из Москвы, из Подмосковья. Живу в Подмосковье, недалеко от мамы, как бы в квартире. Хожу на дачу, мы здесь гуляем все вместе и так далее и тому подобное. Вот. Зачем вы все на показ выставляете, взрослые люди? Совсем люди с ума сошли с этим интернетом. Я ничего не выкладываю на показ. На показ выкладывает Настя, а Никита ей отвечает. Вы поддерживаете Никиту в том, что он отнял или что, или продал подарок? Я не поддерживаю Никиту в этом. Я просто не знаю вообще ситуации, почему они вообще к этому пришли. Я даже не понимаю, как вообще там что происходит. Какая-то история с таблетками, бред какой-то там Настя написала, теперь еще таблетки приплели. Может, она таблетки там пьет, действительно, раз такой бред пишет. Кристина, какие таблетки? Я что-то вообще уже ничего не понимаю. А я просто в сторис не видела. Никита там, она выложила. Ну, в сторис, почему я сегодня офигела с утра? Потому что мне прислали ссылки, мне там много народа писало, прислали ссылки, посмотрите, что там творится. Я захожу в сторис, и она там сидит и говорит про Никиту, что он под таблетками забирал ее из роддома, что он жрет антидепрессанты. Под таблетками? Что он на транквилизаторах, что он чуть, ну... А что это транквилизаторы, это что? Руль под транквилизаторами. И, в общем, такое, и такое, и такое. Я просто ей написала, что она идиотка, потому что такие вещи не надо говорить. Если у человека есть проблемы со здоровьем, и ты с этим мужчиной находишься... А у него что, были проблемы с таким здоровьем, что ли? Слушай, мам, ну ты посмотри истории, сторисы... Кошмар, я вообще с ума скоро сойду от всего. Да не надо сойдусь с ума, что это предок? Кто-то пишет, мужика надо любить, а не так, правильно. Слава богу, что вы избавились от этой Насте. Да еще не избавились, и я не знаю, Никита ее любит, вряд ли он будет избавляться. Есть вариант, что если они помирятся, и Настя сделает вам первый шаг, то вы все помиритесь, будете нормально общаться. Я нет, маму не знаю, я не буду. Как Дашку Никитку, она просится в эфир какая-то, где она там, как ее взять-то, я не знаю, в эфир. Маму, меня спрашивают, вы меня-то еле добавили. Ну, я не знаю, как ее добавить, просится она. Она на запрос, это самое, бедный Никита попался на удочку обычной проститутки. Это кто такое пишет? Лола Татибаева. Я просто, ну, не все легко прочитаю. От такой жены, конечно, будешь пить успокоительное. Да, вы правы. Внука не увидите, да? Никто не льет грязь друг на друга, господи. Помирятся, если все будут жить, и внука увидим. Да, если даже не увидим, вы-то что так переживаете? Больше, чем мы. Я вам за Светлану отвечу, да, у меня есть дочка, больше я вам ничего не скажу. Конечно, у нас все нормально в семье. У меня дочка очень уважительно относится ко взрослым, потому что у нее нормальное воспитание. Да, Никита, мамин сын, пишет тут какая-то. Да, он мой сын. Не ваш, конечно же, он сын. Да, у моей дочки есть дочка. У нас лучшая ученица школы, умница девочка во всех моментах. Да. И вообще у нас нормальная, хорошая, здоровая семья. И не надо гадости писать. Про мою дочку мы ничего рассказывать не будем, потому что... Никто и не собирается рассказывать. Честно тебе скажу. Да. У меня нет никаких претензий к Насте. Пусть пишет и врет сколько хочет. Это ее личные дела. Софи, Софи. Кристин, ты классная. Мне кажется, есть право в твоих словах. Какая невестка вам нужна тогда? Это вообще просто, девушка. У меня вообще нет людей, с кем я не схожусь. Я не к вам... Кристин, ты видишь, рыжая чокнута, займись своей семьей. Вот такая чокнута, а тебе такие гадости пишут. Мама, мне вообще фиолетово. Я девушке отвечаю. Какая невестка нужна? Да никакая, обычная. Как все люди нормальные, которые уважительно... А София тебе какая-то пишет. Кто пишет? Ты ей отвечаешь, да? Да я не успеваю все отвечать. Я не знаю. Заберите подошву. Ну точно не проститут, как пишет девушка. А что ее так назвали? А почему? Кого ее? За что он ее душил? Вы считаете это нормальным? Я не видела, чтобы он ее душил. Что она сегодня выложила? Я не знаю, что это такое. Вообще не понимаю. В смысле он ее душил? Может, это когда они ругались там? Я не знаю, что это такое. Сколько ты кормила дочь свою? Спрашивает Кристин. Ты же долго покормила? Я кормила до семи месяцев. Ну, вот тут пишут. Ради бога, пусть только не мирится. Никита еще найдет себе хорошую жену. Да, вот это тут пишет Миликова, что неправильно называть Настю проституткой. Не выдумывайте уж. Ну, действительно. Кто называет-то? Мне его и... А не знаю, тут девушка написала. Кто может знать, как она раньше жила? Я считаю, что обижать никого не надо, незаслуженно. В шоке от Настя. Заберите Никиту. Нет, как мы его заберем? У Никиты своя голова, ему 35 лет. Где прописали внука? Ладно, любимые мои... Где прописали? В квартире, где в которой у Никиты квартира? Любимая невестка должна уважать и почитать родителей мужа. Да, я тоже считаю, что вообще, в принципе, уважение должно у людей быть вложено в детстве еще в воспитании. Криса, сколько вам лет? Мне 46 лет. Вот пишет Екатерина. Тетя Света, здравствуйте. Привет, дорогая. А тут еще какая-то пишет. Вирте, Мороз какой-то. Вот дочке все может вернуться бумерангом. Следите за языком. Вы, Настя, желаете зла. За вашу желчь вернется родственникам по крови. Это всегда так. Ну, вы знаете, вот вы такое пишете... Вернется. Сильные люди должны нормально воспринимать информацию. Да нет, я не боюсь, что мне что-то вернется. Я ничего плохого не желаю, но вы не правы тоже. Смотрите, как бы вам не вернулось все это. Мам. Мам. Да. За что души вот опять начали. Ну, с чего вы все время это самое? И меркантильное. Да не считаю я ничего. Отстаньте вы от меня со своей Настей. Кто из Никитинах вам нравился больше всех? Это кому вопрос? Хотите, скажу. У меня три подруги Никитинах бывших. Мои лучшие подруги. С одной я общаюсь, сейчас скажу, лет 15. С другой я общаюсь лет 12. Управа улочка, да. Ну, я не могу сказать там. Пять с плюсом лет. Делайте выводы. Дашка Никитина, да лучше бы задушил. Нет, душить никого не надо, это статья. Где прописали. Да, должна почитать родителей мужа. Да, спокойно ночью. Кристине? Сколько лет Кристина тебя спрашивает? Я ответила, 46 лет. Мне уже ответила. Почему семья разваливается? Мне бы такую сестру. Вы вообще для чего вышли в эфир? Что вы вообще хотите всем поведать? А вы вообще зачем сюда зашли, если вам что-то не нравится? Ну, чтобы нам гадости написать всякие. Ну, да, это тогда, когда она его пинала, в пах ему и везде. Это было на шоу ББ. Вы все это прекрасно видели, можно все это в Ютубе посмотреть. Ну, а сейчас она выставила, это уже, я не знаю, это уже ее выдумка. Вы общаетесь с первой женой Никиты? С первой женой, но она не была жена. Она не была расписана. Ну, гражданская же была в чуме. Так же, как и Настя. Ну, да. Захотели, вошли в эфир. Раз вас видеть, рады вас видеть, тетя Света. Екатерина, 229. Да. Тетя Свет, здоровья вам. Позвольте поговорить. Просто вы читаете только негатив, а при ситуации ничего. Скажите свое мнение. Мнение по поводу того, что они поругались, это мое личное мнение. Я знала, что это будет. Потому что у меня достаточно, я очень хорошо сканирую людей, разбираюсь в жизни уже давно-давно хорошо. И когда все еще на Доме-2 вот эти были все, ужасные вещи происходили. Вообще, когда женщина скачет на мужика драться. Ну, нельзя женщин бить. Спокойной ночи, Аннушек. Вот что сделать, чтобы она не скакала на него. Когда вот это все было, когда все полились гадости. И когда, кстати говоря, кто-то здесь писал в каком-то эфире, я видела, что Настя не знала, что мама встречает к Никите в гости с Настей. А Никита ее не увидела. И она лежала на кровати, развалившись вот так вот. И не встала встретить маму. Девушки, дорогие мои, она знала. Знала. И ей было похрен. Это все вранье. Вам преподносят немножко другую картину. Ну, хватит, ладно. Мы общаемся, да, с первой женой Никиты. Да, общаемся. Мы не хотим не... Ой, как вы хорошо пишете обосрать Настю. Да не хотим мы не как у Настя обосрать. Какие слова у вас хорошие. Господи, боже мой. Кристина, вы хорошая. Вы светлый человек. Добрый вечер, Екатерина. Я тоже рада вас видеть. Я не слушаю. Спасибо вам. Солнечное здоровье. Екатерина, 229. Вы знаете, мне вообще фиолетово. Я достаточно сильный человек и мудрый. Ну, хорошо у меня с здоровьем. Я вот сейчас половину читаю. Вот там мне гадости какие-то пишут. Меня там что-то обзывают. Девочки, да вам бы... Немножечко хотя бы моего. Некоторым. У тебя, сестры, София, семья развалилась. Почему? Какая семья? Ну, спросите у Никиты, почему та семья развалилась. Нет, развалилась. Пять лет жили, а здесь год всего. Я думаю, что с той семьей у него все будет нормально, и все наладится. Ольга моя. Елена пишет. Тете Свете, здоровья. Спасибо, дорогая. Девочки, а где Никита сейчас живет? Я не знаю, где Никита сейчас, честно скажу. Да пойдет к ребятам кому-то ночевать. Его же сегодня выгоняли, ключи отбирали у него уже. Почему Настя сказал? К квартиру, которую платит он. Ведите с малышом. Да я не слушаю лучше. Кто-то не отказывается ведеть с малышом. Нам некуда приехать, увидеться с ним. Мы как должны приехать? Через окно залезть, взять его, убежать с ним? Вы можете представить, я приезжаю, Настя открывает дверь. Не будет. Я не хочу видеть ее лицо кислое, потому что она не любит меня. Я навязываться не буду никому. Кристина, хватит, не хочу я об этом. Дай почитать, что мне пишут. Про Настю мне совершенно неинтересно. Я хочу с людьми пообщаться, которые ко мне уважительно относятся. Как относимся по банькам и друзьям, вместо того, чтобы покупать ребенка, жену на кофе пригласить. Да ребенка он и купал, и гулял целые дни. И готовил там кушать сам все. Смотрите сторисы и смотрите вообще. Не то, что сейчас выложить, а просто все смотрите. Потому что столько там много вранья. Просмотрите все и потом сделайте свое мнение. А то вы прям вот пишете гадости, не зная вообще. Где вы живете? Мы живем, я живу на даче в Подмосковье. 30 километров от Кольцевой. Ну как мне взять прямой эфир-то? Мишель, скажи кому-нибудь мяу. Трещит. Не слышно, она трещит. Мишечка моя, шишечка. Как Андрейка? Андрейка ходит в садик у нас. Все у него хорошо, с мамой общается. А, вот еще присоединилась девушка. Сам все. Да, все будет хорошо. Я думаю, что все хорошо будет, конечно. Видите, что у нас, да, Даша? Да, я теперь к вам присоединилась. Сейчас тебе скажут, что ты какая-то еще там третья, не знаю, что там, прилезла сюда. У нас мужья есть, да. И у Кристины у меня. Спасибо вам, дорогие, кто там с Украины пишет. Бери, постараюсь беречь свои нервы. Ну вот сейчас мне тут уже начинают дергать мои нервы. Вышли некоторые отдельные товарищи, чтобы мне тут накакать на голову, видимо. Спасибо всем вам, обсирателям. Да внимания не обращайте, больше нерв потратите, на всех не хватит. Да ладно. Пишут, кто эта девушка. Вы кто девушка, которая вышла сейчас? Знакомая подруга Кристинина. Ты кто? Ты кто? Малыш не виноват. Платит он за квартиру в первую очередь для сына мужчины. Да, он платит за квартиру, и сына он не оставит, и сын уже прописан в московской квартире. Ну, я очень рада, что ваш муж нигде не шлялся, и помогал мне. Дай бог вам и дальше, чтобы все так было, чтобы ваш муж не шлялся. Вот Алекс пишет, хотите, чтобы Никита сошелся с бывшей женой? Мы не можем чего-то хотеть, Никита должен сам решать. Много кто думает, что мы тут чем-то рулим, это не так. А что у вас с кошкой было? Или котом? Вы операцию делали? Не, мы возили ее. Спасибо, кто пишет, что хорошая женщина. Так, можно я скажу? У кошки была проблема позапрошлом году с печенью. Кошке 17 лет в мае будет. И сейчас назначили ей, моей маркизке, назначили ей гептрал, уколы, 5 уколов для того, чтобы поддержать печенку. Она начала опять срыгивать. Ну, короче, возраст-то какой уже. Я за кошкой слежу, потому что за любой кошкой, и за Кристинкиной, и за своими. В общем, вот такие дела. Пишут негативно от большого ума, я лично, может, и не совсем с вами согласна писать такое-то же, но вы правы, не надо писать никому ничего плохое. Спасибо, Вероника, за то, что вы мне пишете хорошие слова. А вашу кошку как зовут? Чёрненькую. Чёрную? У Кристины или у меня, я не поняла, у кого ты спрашиваешь? У кого? Регина, спасибо. Кристина. Мишель. Тётя Света, всё будет хорошо, как Андрейка. Андрейка хорошо, он в садик ходит, всё нормально там. Мама у него нормально сейчас себя чувствует, всё хорошо. Где сейчас Никита живёт? Я не знаю, где Никита живёт, я думаю, у ребят... Для чего вы ходите в эфир? Опять это пишет женщина Симонова. Господи, вы что? Я не понимаю, вам хочется с нами поругаться или что? Выходим в эфир не для таких людей, которые здесь гадости всякие пишут. Это наше личное дело, что мы вышли в эфир. Если мы вам не нравимся, вы-то зачем нам сюда вышли в эфир? А ты не умеешь блокировать, Кристин? А я не знаю, а как это надо? Аккаунт зажимаешь и... Зачем чужой человек здесь обсуждает вашу семью? Человек захотел в эфир, как я могу его не взять? Вы такие интересные, пишите. Хочется ей с нами поговорить. Бога ради, и вы заходите в эфир, мы будем рады только. Казахстану привет, Казахстану тоже привет. Где вам больше нравится, в Крыму или в Сочи? Везде нам нравится, в Крыму или в Сочи кайфово. Но мне больше Крыму нравится, если честно. Слышишь, Настя говорила, тут говорят, что Никита собирается на МДОН-2. Да, это что за бред еще очередной? Господи, чего только не придумают. Пишут негатив от большого, а я лично, может, и не совсем с вами согласна писать. Такое-то жесть. Девочки, блин, какие вы клевые. Мам, наверное, перемотай на самый конец, потому что я, например, не успеваю все читать. Да, не успеваешь, я тоже хочу почитать. Хватит вам тарахтеть, подожди. Так, Настя еще та, СК. Что это такое? СК. А, поняла, поняла. Ну, поняла. Девчонки вам пишут красивые. И по ней прям видно, что она такая, ну, СК, СК. Ну, поняла, наконец-то я, что такое СК. ПСК. Это литература? Ну, сокращенно люди умные, видимо, и хотят гадости писать, как некоторые. У Кристины есть дети, да. Дочка у меня. А, вот еще пишет какая-то девушка, что у нее тоже Маркиска рядом сидит. Да, я вижу, да. Ну, на дом два Никита собираются. Я сейчас от смеха просто умру. Хватит кошка, капец. Для чего вы ходите в эфир? Вот для вас вышли, дорогая Симонова. Одну нашел на свою голову. А что за Симонова-то? А что она пишет? Откуда я знаю? Она пишет, что зачем мы в эфир вышли, если не слушаем никого, что-то. А что слушать, говном как поливают? Наверное. Я, во-первых, вышла не для этой женщины в эфир. Я вышла для того, чтобы мои знакомые вышли ко мне и поговорили. А как сделать вот тех, которых я не знаю и не подписаны, чтобы они сюда не выходили? Зачем они мне нужны-то? Радости от них слушать. Он снимает. Никитина квартира, там не будет никакого ремонта, она на продаже. Вероника пишет, пусть идет на Дом-2. Нет, он не пойдет на Дом-2. Хватит, уже нашел там себе на Доме-2 приключения на опуху. Деда, откуда вы знаете, что мы Никите не передали подарок малышу? Мне вот это интересно. Да, да я вообще поражаюсь. Вот пишет Луйга. Терпение. Да, терпения мне много надо, но терплю. Мам, пофигу. Мы с тобой и все фиговые комментарии, они останутся с ними. Ты же знаешь прекрасно. Марина какая-то, Лео. Жуть на самом деле, плодить и гулять его конек. Настя хреновая. И остальные будут хреновы, потому что ни одна нормальная женщина не будет терпеть Гулену. А какой он Гулен? А вы что, вместе гуляли, что о нем так пишете? Самое интересное, что к Светлане Николаевне нет уважения. То, что вроде старый, взрослый человек, а матом вот так вот агрессию проявляют на взрослого человека. Никакого уважения вообще нет. Нет, пишут, что Гулен, а я говорю, наверное, вместе гуляли, что так про Никиту пишут. Как он продаст квартиру? Там прописан ребенок, продаст, потому что она изначально на продаже стояла. Ребенка прописали, чтобы в данный момент не было проблем с медициной, со всеми делами, какие нужны маленьким детям. Продаст эта квартира, ребенок, наверное, будет прописан. Ну, хватит рассказывать, не надо ничего рассказывать всем тут. Так, малышу подарок не передаете через Никиту. А почему я должна передавать через Никиту подарок? Я хотела приехать, как порядочная бабушка, но меня там никто не ждет, кроме Никиты. Фиолетовые. Извините. Мне 70 лет, и я в ножки кланяюсь 25-летней девушке, которая не хочет меня знать и пишет, что не хочет с нашей семьей знаться. И что я должна в ноги ей упасть. Конечно, не хочу ничего говорить. Светлана Николаевна, вы с зубами закончили? Уже к докторам ездить? Красиво сделали очень. Теперь мне надо... Да, это я специально для хейтеров, чтобы они бедные не переживали, что у меня зубы после химии все повыпадали, сгнили все и раскрошились. А теперь они уже... И с зубами я уже им не нравлюсь. Не знаю, что еще надо сделать. И волосы отросли у меня уже. И я и гуляю, и отдыхаю, и хорошо себя чувствую. Все равно опять плохая. Не знаю, что делать. Уже не знаю. Это чужие люди, никому не должна нравиться. Тебе должно быть все равно, Даня. Главное, что это нам. Алена Дмитриева, спасибо вам, дорогая моя, за комплименты. Мне очень приятно, что здесь хорошие люди есть. Опять пишут, почему не взлюбили Настю. Да что он такое сказал? Мы ее очень любим. Я, наоборот, когда он стал с ней встречаться, я обрадовалась. Думала, наконец-то он все хоть жизнью устроит. Это меня, по-моему, она не взлюбима с самого начала. Потому что я, видите ли, у нее спросила, почему она... Сначала я первый раз увидела, губки были маленькие, а потом вот такие, как у Дональдака. И она из этого сделала проблему, и все, поехала. Вы, девушка, еще раз повторяю, или женщина, простите меня, смотрите в Ютубе начало всего, что было на Доме-2, и тогда вы поймете. Вот тебе пишет какая-то девушка, Крис из Москвы, давай дружить. Мне нужна такая подруга, будем дружить с семьями. Сестра, такая поддержка. Ну, напишите Кристине и подружитесь. На ту, какая-то, на ту ли. Настя хорошего и плохого. Спасибо вам, Регина. Очень приятно, что вы меня поддерживаете. Бог вам, всем здоровья и... Ну, спасибо. Нервов, 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 Екатерина пишет, нервов. Это с Питера, подружка Аполлоновых. А, все, спасибо, Екатерина. Да ладно, я... Катя, ты знаешь? Мне, на самом деле, Никиту жалко, потому что он исхудал. Посмотрите на его лицо. Фингалы, глаза уже, блин, валились. Дохлый стал. Глаза потускнели вообще. Нету счастья и жизни в глазах. Вы посмотрите на его глаза. И поскать, а ты куда, в Москву приедешь, к Аполлоновым гостям поедем, они меня тоже приглашают. Да, у нас классная семья, мы друг за друга порвем всех. Нет, он ко мне не переедет жить, у него есть свое жилье. Ну, там, правда, еще ремонт надо делать, но снимет квартиру. Господи, да, пусть приезжает и здесь тусанет с нами. У нас всегда будет полон стол, все вкусно, обнимем, нагреем, обогреем. Инна, Федора, приезжайте в гости, всех ждем, всех приглашаем. Скоро будет тепло на даче. У меня огромная беседка есть, мы там собираемся. Поскольку, Кристина, человек твоих, там, дни рождения твоих, все празднуем. Всех приглашаем, кто хочет. И посмотрите, какие мы злые или не злые, тогда уж точно убедитесь. Будем рады вас всех видеть. Я на лето забила, я еду лето. Да, 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 да. Ну, договаривайтесь. Так, Настя не влюбила сразу. Когда начала, это Настя с агрессией, это правда. Эфиры посмотрите сначала, потом пишите здесь. Вот, видите, человек смотрел, Елена. Да, вы правы, так все и было. Я никогда не хотела бы, чтобы мой сын, если он любит девушку, а я бы еще и там его отговаривала. Ну, вы сами подумайте, мне хочется, чтобы он жизнь устроил. Ну, видите, как получилось все. Какие-то панические атаки. У него есть, Кристина, панические атаки, я не знаю, что это такое. Стоим, там еще Дашка к нам присоединилась. Мама, я на секунду отойду, не выключай меня, я на секунду отойду. Насчет панических атак, пожалуйста, задавайте вопросы, Никите. Я, в отличие от Насти, не собираюсь распространяться о здоровье на всю страну, тут рассказывать сказки Андерсона, знаешь. Я не знаю, что такое панические атаки, но я думаю, что скоро у нас будут какие-нибудь атаки. Действительно, вот так вот будут мне писать все это. И все такое будет происходить. Я со стула упаду, это атака будет паническая. Я не замечала за своим сыном никаких отклонений. Он приезжал, мне с 8 марта поздравлять и все. Я только единственное заметила, что он дохлый стал, где-то на 10 килограмм меньше, что с него все сваливается и почернел весь. Вот это я заметила, больше не могу сказать. Спасибо, Наталья, мы держимся. Счастливые видят, что у человека взгляд потухший. Счастливые люди не выглядят так. Спасибо, Аленка. Секунду, у меня огурцы, могу сухие, надо намазать. Так, не досыпает, так выглядит. Ну да, не досыпает, конечно, и все не досыпают. А вы как думали, что ребенка надо, пока воспитаешь до года точно там, а потом подрастает, ходить везде будет, все везде будет в рот совать. Да это вообще целая проблема с ребенком, с маленьким. Но надо все это выдержать, если они решили завести ребенка. Поэтому ничего не знаю, что вам еще сказать. Не любит, наверное, Настя Никиту. Вот и с родственниками не может или не хочет хорошие отношения. Конечно, не любит. Если бы она любила. Вот я, например, на своем примере, я с первым мужем развелась. У меня второй уже муж, слава богу, с ним я уже живу столько лет. Прекрасный муж. Но я ни разу нигде не написала, какой у меня муж первый был, плохой ли. Это все в семье всегда. Поэтому, ну, просто Никита Красавчик похож на голливудского актера. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Настя с огромными синяками под глазами. Так это косметика же, господи, у нее. Я могу тоже синяков себе наделать. Я не знаю, про какие на таблетке говорила. Вот вы меня спрашиваете, что ей в выписке не понравилось. Спросите у нее, я бы тоже хотела это знать. К тебе добавилась Екатерина, подружка. Да, я вижу. Я вижу. Так, вы супер, выходите еще в эфир. Да, вот именно, что надо было предохраняться. То не прошло два месяца, закинулась в постель, увидела мальчика с двумя мерседесами, с квартирой в 210 метрах, с деньгами, и сразу раздвинула ножки, и все, ребеночек родился. Ну, родился так. Уважай ты своего мужика, с которым ты собираешься жить. Мы же не против. Не говорили ему, что Никита вот так, так, так. Ну, видите, как получилось. Как ко мне добавиться, в смысле, подписаться на меня, я просто не поняла. Вы можете написать в директ, я потом отвечу. Я тоже хотела, чтобы они были счастливы, и я очень расстроена была. Сейчас я уже начинаю просто привыкать, потому что я вижу, что они постоянно ссорятся, и вряд ли у них что-то получится. Что? Ты меня слышишь? Мам. Что, что? Отвечай на вопросы, не высказывай свое мнение так расширенно. Потом вперед, хватит мне указывать. Я что хочу, то и говорю. Ты поменьше говори. По-моему, я в эфир вышла, а вы ко мне, только вас услышу. Как добавиться? Кто хочет добавиться, пожалуйста, пишите запрос, я вас добавлю. Как отдохнула в Сочи? Вот 9 дней мне там никто гадостей не писал. Меня очень хорошо встретили, Леша с Айгулей. Мы жили все в одном доме, рядом у нас были комнаты. Лешина кошка ко мне все время в гости ходила. Я с ней все 9 ночей спала вместе. Было все прекрасно, хотя 3 дня был дождь. Я очень счастлива и рада. И мне приятно, что меня молодежь любит и уважает. И проводили меня очень хорошо. Мамерец, вы останетесь виноватой, что вы несете пиздец. Да, девушка, мы несем пиздец. А вы включите Настю и послушайте ее пиздец. Все будет хорошо. Жутин, все, не надо это самое. Пусть пишут, что хотят. Пиздец или не пиздец. Вот какая-то Аленка Агун хочет тебе добавиться. Пусть добавляется. У меня открытый профиль, ради бога. Нет, в Адлере проживание было недорого. У меня был очень хороший номер. Я платила 800 рублей в сутки. С джакузи даже. Зачем лить такую грязь? Что вы имеете в виду? Какую грязь-то я лью? Напишите мне, пожалуйста, я не поняла вас. Спасибо, дорогая Екатерина. Да, молодец. А, мы им жизни не дали? Ну, видите, я не знала. Я думала, вы что-нибудь не другое напишите. Парши в жизни, девушка. ККК-46. Вы не владеете информацией. Ну, чем владеет и... Тем и владеет. Да. Вы напишите, я вам адрес пришлю. Это частный отель, очень хороший, очень чистый. У меня есть телефон хозяйки. Там он. Все будет хорошо. Они вряд ли будут вместе. Они шерюют друг друга. Но все наладится правильно. Это тоже так. Екатерина мешает Насте. Она говорит факты. Как оказывается, Настя тоже хороша. Слишком оперативно обработала Никиту. Хотя люди годами встречаются, прежде чем решение принять серьезное. Правильно вы пишете, да. Я была удивлена, когда мне Никита сообщил, что они ждут ребенка. И два месяца не прошло. Ну, не знаю. Как-то у нас не заведено было раньше так. По-моему, надо было знать. Было семью нашу. Узнать Никиту, как следует, прежде чем рожать. То есть делать ребенка. Да, все будет хорошо. Вряд ли они будут вместе. Они чужие люди друг для друга. Но все наладится по отдельности. А дай Бог, мы желаем, чтобы у Насте все сложилось. Чтобы все было хорошо. И чтобы она нашла себе достойного мужчину. А не такой, какой мой сын. Как-ка-ка. Это наше личное дело. Мы ведем прямые эфиры. Если вы не будете нас всякие гадости спрашивать, и мы не будем обсуждать. Кстати, я вышла в прямой эфир поговорить со своей знакомой, приятельницей. А вот все присоединились, вот такие, как вы, которые гадости пишут. А я уже не знаю, что делать. Какашка. Какашка, да, какая-то. На море люди купались, да. Но это, наверное, моржи были. Я воду потрогала, холодная, 9,5 градусов всего. Мишель, ты чего в ней? Спасибо, Катенька. Настя хорошая девочка. Ее счастье ждет с другим, как и Никите. Тоже счастье ждет с другой. Ну да. Но она родилась уже. Акратно она его точно не засунет. Примите это и все. Так мы принимаем, ради Бога. Я желаю Никите счастья и Насте. Дай Бог ей все, чтобы у нее сложилось. Может у нее... Я очень рада буду, если она найдет действительно такого достойного, который ей за миллионы будет там браслеты дарить и все на свете. Ну, да и вообще просто, дай Бог ей всего хорошего. Да принимаю, принимаю я ребенка. И никогда не говорила, что я его не приму. Да, Мишель. Она плакала, что я выгоняю к ней домой с ребенком. Господи, когда она плакалась? Я такого не видела. И никто ее не выгоняет. Вот всего, по-моему, она скорее выгонит. Да, вот какая девочка. Да, мне тоже жалко, что у ребят все так сложилось. Но что поделаешь? В жизни все бывает. Может у них все наладится. Значит, такая судьба, значит, не судьба им быть вместе, вот пишет Екатерина. Да, мне тоже жалко, что у ребят все так сложилось. Знаете, мы все судим по тому, что мы видим в эфирах. Мы не знаем сути дела. Я побывала на Доме-2, посмотрела, все. Я ничего не хочу писать плохого. Но вы, еще раз говорю, посмотрите в Ютубе, как меня там встречала она. Как она меня там вообще просто принимала. И то я ни разу сыну не сказала, что мне это не нравится, потому что я не хотела их ссорить. Ой, это 595. Взаимно вам тоже здоровья, счастья, семье. Ольга, это как Ольга. Не сошлись характери, зачем оскорблять друг друга. Не знаю, зачем они оскорбляют друг друга. Мне тоже это не нравится, неприятно очень. Да, сейчас начнется Дом-2, надо посмотреть. Интересно, просто там меня интересует один человек. Мой земляк из Вологды и Кристина Бухнебалды. Очень хорошая пара, я их люблю. Ты не смотришь, Кристина? Я? Нет. Да. Мне это неинтересно абсолютно. Я смотрю. Ну, хорошо. Спасибо за ответы. Здоровья вам и вашей семье. И вам всем здоровья. Всего доброго. Чтобы у вас ничего в жизни плохого не происходило. И тогда все мы будем счастливы, здоровы. Я хочу, чтобы Никита был счастлив и не выглядел как скелет какой-то замученный. Надо Насте по голове дать хорошенько, ему тоже, чтобы молчали. Ну да. Надо, надо дать обоим. Одному по опе, а другому, может, по голове, действительно. Очень не хочу. Они семью позорят. Ну да. Мне стыдно за своего сына, что он действительно вот так вот. И все у него так не складывается. Но я ничего не могу поделать. Поверьте мне, я вам говорю. А с его губами надо губозакатывающую машинку подарить. А зачем ей эта машинка? Замечательно. Он выглядит замученным, потому что грудной ребенок. Да нет. И вот счастье. Вы, значит, были чувства очень жаль. Нет, я не счастлив. Вот это вот вся какая-то спектакль. Вот тут столько вопросов у меня. Согласна, Харри Олк, 95. Счастье любит тишину. Но это, видите, они такую фигню творят. Каждый свой пух. Я считаю тоже, что это ненормально. Ой, привет, дорогая. А ты куда пропала-то? Вы меня не хотели, вы не хотели. Но я пришла. Куда пропала, говорю? Куда пропала? Да никуда. Ну ты вышла из эфира и пропала. Сейчас будет уже скоро дурдом. Будем смотреть, нет? Будем смотреть, конечно. Ну хорошо. Тут вон пишут, что Настя сказала, что Никита на Дом-2 хочет. Я просто от смеха чуть не упала со стула. А я тоже хочу, чтобы он пошел. Зачем он кладывает все в сеть? Что за привычка жить на камеру? Счастье любит тишину. Ну, это вы им пишите. Наталья Михайловна. Как считаете? Может, нормально? Так, подожди. Подождите. Так, мы видели Никиту, когда он без Насти был. Я лично видела. Это было небо и земля. Он истощал и морально, и физически. Да, вы правы. Это так и есть. Но что мы можем сделать, Наталья? Ну что там, Айгулька? Какая погода-то? Я так и не поняла, Вадлера. Расскажи мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня у одной еще зависла? Зависла ты, да. Да? Все, развисла. Ой, Мишель. Так, я зависла или вы зависли? У меня вы зависли. Не, я не зависла. Никто не завис. Я вижу, тебе пишет Екатерина. Айгуль, привет, золотая девочка. Видишь, тебе пишут? О! Нет. Ну, не знаю. Вот тебе молодой человек показывает там. Что это обозначает? Победа или что? Это что? Что это, Кристина? Это Вовка. Я поняла. Так, что это обозначает-то? Это мир. А, хорошо. Можно по-разному. Екатерина пишет. Подвисаете. Подвисаем. Ну, да. Ой, господи. Айгуль, кто по нации? Татарочка. Кристина, скажите, пожалуйста, вы смотрите «Новый дом 2»? Нет, не смотрю, не буду смотреть. Ты не надо только со мной на «Вы», пожалуйста, я тебя умоляю. Ладно. Она же не учительница в школе. Не смотрю, неинтересно вообще. Смотрела, когда Никита была. Когда-то, да, давно смотрела, когда там была Виктория Боня, вот эти там нормальные такие девочки. Сестренка вполне позитивная у него. Если Настя не пыталась пообщаться, то пусть и не оскорбляет сидит. А то поссорилась с Никитой, а виновата сестра Никиты. Ну, Кристинке язычок тоже будет здоров, поэтому... А я не позволю никаким там, извините, особям про меня что-то говорить. Про брата, про тебя. Ну, все равно же говорит. И все равно, что это, змеи, что ли, что-то? Я буду отвечать. Айгуль, ты не заметила, что у меня новые очки? Те очки у меня постоянно спадают. Я все время вот... Ты, наверное, видела во всех видео, я везде их держу, поправляю. Они сваливаются. Я их так люблю. Они самые у меня удобные. Но они съезжают постоянно, видимо, расшатались, разболтались. Поэтому я в новых очках. Никто даже не заметил. Не заметила, блин. Сейчас очков так как-то следить. Да, так, ну а что, если вот так вот упадут очки, потеряю где-нибудь, я могу и сесть на них, и все что угодно. Короче, я решила, что буду искать очки себе. Да? Ты... С белой оправдой. Линзы решила не носить больше, да? Линзы... Да я и линзы, и очки буду носить. Просто... Молодец, Кристина. Я хочу прям белые, чтобы я взяла белые наряды, чтобы подходила. Вот пишут, что мне очки очень идут. Спасибо вам, Иночка. Тебе надо такие белые, как у меня были, да? Угу, белые прям хочу с белой оправдой. Ну, приедешь в Москву, я тебя отведу. У нас тут есть итальянских, много белых очков красивых. Выберешь себе. Я без тебя не могу же тебе купить. Я могла бы купить оправу тебе, когда приедешь, забрала бы. А вдруг тебе не понравится? Конечно, за семью надо ставить горой. Блин, ничего не слышу. Почему особям? Она вам внука родила. Причем все она. Я говорю, люди, кто нам пишут... Каким особям-то? Я сказала, что не обращать внимания надо на особи, которые пишут гадости, да. Потому что нормальные люди, они не пишут гадости, поэтому они не особи. Ой, Юлечка из Адлера привет нам передает всем. Сколько лет таким цветом волос? Юлечка из Адлера. Ой, много. Да, помнишь там это с ресторана, когда мы с Натальей встречались, она там узнала меня, ну там Наталья что-то сказала. У меня были вишни. В Батлере, которая девочка хорошая такая, там она в ресторане, помнишь? Мне уже откраситься, отросли. Где там я с маджахедами танцевала? В этом ресторане. Не забыла, как он называется. Надеюсь. Блин, я все время просто красных оттенков, поэтому, ну хорошо, пять, наверное. Рыжая, яркая, наверное, пять. А до этого была такая вишневая, там все красные оттенки. Да что ж такое эфир подвисает? Я, знаете, вас как слышу? А может у тебя, может у тебя интернет плохой, Агуль? Интернет плохой? У нас-то, кстати, не подвисает. Да, да, да. Да, подвисает. У меня ничего не подвисает. В интернете беда. Так, надо включать, дурдом начался? Или не будем смотреть дурдом? Привет с Украины, да. Ой, вам большой привет тоже. Как вы там поживаете на Украине, дорогие мои? Оксаночка. Ничего не понятно. Вы не знаете людей, но при этом вы их оскорбляете. Как назвать таких людей, если не грубо особи? Я не понимаю, это кому пишут-то такое? Тебе, Кристина? Какую-то гадость пишут. Я не это самое, не выловила в вашем случае. Вы не знаете людей, но при этом вы их оскорбляете. Как назвать таких людей, если не грубо особи? Лучше севера 3 сантиметра заложка. Такая я чуть не поняла, что там написано. Ну, ладно. Приветик, приветик всем. Не виснет. Ну, да, не виснет. Бус не ведет. В вашем случае лучше доверять заловушка какая-то, чего-то такое. А куда Айгуль делась опять? У нее подвисает интернет. Наверное, она вышла. Наталья, да, нет, это я написала тем, кто вас оскорбляет. Кристина, вы в квартире или в доме? Ну, спасибо вам, но мы и сами можем написать. Ты, Кристина, в квартире? На кухне ты. Недалеко, пешочком 15 минут, на машине там 3 минуты. В общем, мы встречаемся, гуляем. Летом вообще кайф. Мы шестилки постоянно жарим хорошими компаниями. В Украине продлили карантин 30 июня. Да, у нас в Киеве родственники у Кристины там и по мужу моему первому. Родная живет, Юлька в Киеве. Интернет подводит, пишет, видишь, Айгуль пишет. Общайся с Настиной мамой. Я вообще с ними не знакома. Я на передаче два раза видела только и все. Нет, Кристинка не знает. Я с ней общаюсь, но она мне не отвечает. Я писала неоднократно ей, что надо как-то все нам решить вопросы эти, но она не отвечает. Тетя Света, нафиг таких людей? Что думаешь про Фременков и Рапунцель? Не знаю. Я думала, они такие успешные девчонки, неплохие. Зачем пришли на Афир? То есть на Дом-2, не понимаю, если у них такой успех, столько подписчиков. И как они писали, что они такие бабки зарабатывают, а на Дом-2 пришли, я бы не пошла на их месте. А что я могу про них сказать? Неплохие девчонки. Правда, Кристин? Я вообще не знаю, кто это. Приятного аппетита. В Грецию приглашают в гости. Так а закрытая же, по-моему, Греция. Мы бы с удовольствием. Грецию мы любим, да, Кристин? Хорошая страна. А где вы там живете в Греции? В каком городе? Почему у меня эфир этот тенеет почему-то, экран? О, девочки, вы еще здесь? А мы здесь, здесь еще. Все еще ждем, когда нам еще тут на голову навалят побольше всего. Да. Приезжаем в Грецию в гости. Ответьте, пожалуйста, где вы в Греции живете. И у меня, я, видимо, случайно, что ли, задела? Я была в Афинах. Ты тоже, мам, была в Афинах, да? Да, конечно, была. А что это такое, пишет? Дашка, Никитка, что-то 2017. А что это такое? Дашка, Никитка. Один час от Афина. А, что это такое? Я тоже не знаю. Один час от Афин. Угу. И тут Макеева пишет, вон, много всяких вопросов. Наташка или кто? Добрый вечер с Италии. О, добрый вечер с Италии. А это вот девушка, мы с ней переписываемся. Приезжайте, я вас встречу в городе Лутраки. А, Лутраки. Да, хотелось бы, конечно, побывать. В Афине очень красивый город вообще. Я там была, когда была на теплоходе в круизе, там была только одну ночь всего. Да ладно, я видела эфир, где вы хотели помириться с Настей. Она очень некрасиво ответила. Думаю, вы бы смогли дружить, если бы она немного была помягче. Конечно, я хотела бы с ней дружить, но она же должна была быть моей невесткой. Поэтому как я не хотела с ней дружить. Не обращайте внимания на дураков. Никита отличный парень. Да, спасибо, Мариса, Белка. А мы не обращаем внимания на дураков. Белка. Дураки, не дураки. Может, и мы дураки. Мама более эмоционально все это воспринимает. Мне, честно говоря, потом получают так, что виноваты родители, когда лезут. Лучше вообще не лезть. Да мы не лезем никуда, господи. Кристин, почему у тебя не сын? Ты была бы классной свекрухой. Эх, не была бы я замужем, пишет Даша. Давай оторваться от вас. Давайте закругляйтесь. Ну, давайте закругляться. Кристина, может, надо правда закругляться? А мне все равно. Мне надо было с Айгуль поговорить. Я вообще-то с ней хотела поговорить. А теперь я с ней не поговорила. Я в эфир вышла, чтобы с ней пообщаться. Так, с понедельника по Италии можно передвигаться. Поздравляю вас, дорогая. Что, правда? Ну, да. По всей Италии открывает их. Это здорово. Не поняла. Я с Юлькой общалась. У них красная зона, ПИЗа. Нет, нет. Вот мы переписываемся все время. Я опять забыла имя этой девушки. Ваш сын так относится к Насте. Господи, девушка, вы, наверное, только что вошли, Кристина. Очень тяжело вам ответить на этот вопрос. Он нормально к Насте относится. Вы задайте вопрос. Хорошо. Почему она так относится? Хорошо, что они не расписались. Было бы больше проблем. Да, это счастье, что Бог их уже два раза отвел от росписи. Кухню тебя просят показать. Нечего показывать. Тут она обычная кухня. У меня все чисто, все хорошо. Да, хочется, чтобы у Никиты была заботливая жена. Нам-то как хочется, чтобы мы все дружили с семьей. Чтобы вместе все вообще просто у нас седачи. Вы точно не могли встретить, что есть. Чтобы все было. Детишки бы отдыхали и все. Ну, видите, как. Тогда ваш следующий эфир. Я не знаю, когда мама там выходит. Я как бы... Такое ощущение, будто она его привыраживала. Да, есть такая фигня. Мне тоже так кажется. Слушайте, я тоже иногда об этом думаю. Мне люди об этом пишут. Но я не знаю, неужели можно такое сделать? Дашка вон пишет. Возьмите меня в семью. Даша, ты летом уже и так прикачиваешь в гости. А зачем нам эфир сохранять? Пишут, сохраните эфир, пожалуйста. Для чего? Ну, я думаю, что там и так уже все сохранили. Там же любят говна подлить. Так что кому на то... А, ну да, да, да. В Ютуб сейчас выложат. Поэтому я не умею, как сохранять эфир. Так что такое ощущение, будто она его привыражила. А, ну это я читала. Возьмите меня в семью. Надо было только... Да, похоже, Насте, денег надо. Только была бы куча денег. Но коммент. Род свою не открывала. Ну да. Ну, денег, в общем-то, много на нее тратила. Я не знаю, чем она недовольна-то. Ну, сейчас хочет там браслет за миллион. Хочет такой, как у Бузовой. Кортье. Печально. Да? Да? А ты не хочешь, Кристин, за миллион браслет? Браслет. Кортье. Кольцо от кортья и серьги от кортья. И еще ручку от кортья. Мужскую желательно. А я хочу колье, колье. Я старая, мне нужно колье. У меня пока от кортья только кошелек есть, блин. А у меня что, от кортья не знаешь? Ничего, все, ты в пролете. Да? Ну, блин, вообще, как так? 70 лет, и я в пролете. Ну, слушайте, это ненормально же. Я тебе могу кошелек дать погонять, слышишь? Колье. Ма, тебе могу дать кошелек погонять. Не звоните, чтобы он ставит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok